Здравствуйте! В эфире информационная программа «Один Республики» в студии Геляна Багаева. Предприниматели Адельгир Сарангова, Александр Барышников и Анна Селезнева представляют свою продукцию на 30-й международной выставке ProDexpo 2023. В прошлом году компания «Сарангова» получила две золотые медали диплома первой степени за высокие потребительские показатели. А их консервы признаны лучшим продуктом 2022 года. Калмыцкий рис отмечен золотой медалью и дипломом первой степени. Товары Анны Селезневой признаны лучшими среди рыбной продукции, отмечены двумя золотыми медалями и дипломом первой степени. Кроме того, ее предприятие заключило экспортный контракт с турецкой компанией на поставку рыбной продукции. Также серебряной медалью удостоились полуфабрикаты предпринимателя Алексея Мальшаева. Уверен, что и в этом году калмыцкие товары завоюют высокие награды. Благодарю Министерству экономики и торговли Калмыкии за поддержку экспортоориентированных предприятий. Такие активности – отличная возможность для наших предпринимателей познакомиться, наладить сотрудничество с потенциальными партнерами и найти новые идеи для развития своего дела, подчеркнул глава региона Батухасиков. Дома из единого реестра проблемных объектов по поручению главы Калмыкии на особом контроле. Заместитель председателя правительства Калмыкии Наран Кюкеев провел встречу с дольщиками дома по адресу улица Клыкова, 92А. На месте вице-премьер рассказал о сроках завершения строительных работ и ввода дома в эксплуатацию. Нерадивый застройщик много лет не мог завершить возведение дома. Решительная позиция участников долевого строительства позволила увидеть свет в конце туннеля. Мы, со своей стороны, стараемся всячески способствовать окончанию работ. Конкурсные управляющие, ресурсоснабжающие организации, муниципалитет, управляющая компания также занимают максимальную конструктивную позицию. Совместными усилиями мы вышли на финишную прямую и рассчитываем на скорейший ввод дома в эксплуатацию, заверил Кюкеев. Напомню, вице-премьер ранее встречался с дольщиками дома 50 в 9-м микрорайоне столицы. Новые возможности для самозанятых о мерах поддержки предпринимателей говорили на конференции с представителями Министерства экономики и торговли, социального развития труда и занятости, а также образовательных учреждений. На сегодняшний день самозанятость – это возможность вести свою деятельность легально и честно, оплачивая при этом минимум налогов. Кроме этого, она дает прекрасную возможность стартовать без юридических трудностей. Список мер поддержки в регионе постоянно расширяется, отметил заместитель министра экономики и торговли Саналки Киев. Большая дружная команда центра «Мой бизнес», она всегда готова оказать любые виды помощи, консультации для наших предпринимателей и самозанятых, для того, чтобы мы могли в нашей маленькой республике, в степном регионе развивать свой малый бизнес. Наш малый бизнес выходил за территорией нашей республики, и это делается. Наши предприниматели работают уже с многими своими контрагентами на территории Российской Федерации. Развивается экспортная составляющая, пусть небольшими темпами, развиваются пока контракты. Тем не менее, развитие малого и среднего предпринимательства идет хорошими темпами, я считаю так. В региональном центре «Мой бизнес» предприниматели могут получить индивидуальные консультации по вопросам регистрации, ведения и развития своей деятельности, отметил руководитель центра «Айс Манжи». Только за прошлый год было выдано 16 грантов на сумму почти 7 миллионов рублей, 120 займов на суммы 435 миллионов, поручительства на 114 миллионов рублей, а заключено 6 экспортных контрактов, их сумма составила почти 4 миллиона долларов, и оказаны комплексные услуги свыше полутора тысячам предпринимателям. На сегодняшний день зарегистрировано в Калмыкии уже больше 7 тысяч самозанятых. Меньше двух лет прошло, с того момента, когда вот этот режим появился на НПД, скажем так, и уже такие результаты. Это говорит о том, что благодаря поддержке правительства нашей республики, благодаря тому, что сами люди хотят работать официально, у нас количество самозанятых растет, а значит и налоговая база, бюджет региональный пополняется, и сами предприниматели, что самое главное, могут спокойно работать, не боясь никаких проверок и получая официально государственную поддержку. И к другим темам. Во многих хозяйствах Яшковского района полным ходом идет закупка и развозка сена по животноводческим стоянкам, а также подготовка к окотной компании. Заготовка кормов – это важная задача для тружеников села, от его количества напрямую зависит благополучие животноводческой отрасли. Как отмечают работники стоянок, сено закуплено в необходимом количестве и в хорошем качестве. Зиму свыше 32 тысяч голов мелкого рогатого скота, овец грозненской породы. И в данное время идет разгрузка сена лицерны исключительно на маточные поголовья, это на проведение окотной компании. И из расчета до 5 тонн на каждую шерстную. В настоящее время на площадке племзавода зимуют свыше 32 тысяч овец и 500 голов крупного рогатого скота идет под кормка. Расплодная компания ожидается в первых числах апреля. К ней ведется активная подготовка – очищение базов, дезинфекция производственных помещений. В Калмыки ведется работа по поиску владельцев земельных участков и помещений, чьи сведения не внесены в Единый государственный реестр недвижимости. По данным Калмыцкого Росреестра, на территории республики насчитывается более 57 тысяч объектов, чьи хозяева неизвестны. Чаще всего это старые здания, которые вовремя не были оформлены как следует. В Росреестре отметили, что в каждой недвижимости должен быть свой собственник. Что касается терминологии, то под понятие ранее учтенный объект подпадают те объекты, права на которые возникли до вступления в силу закона о регистрации недвижимости, то есть до 31 января 1998 года. Вместе с тем, сведения о прообладателях таких объектов отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в ЕГРН. Алгоритм работы простой. Муниципалитеты выявляют объекты, устанавливают их прообладатели и направляют соответствующую информацию в территориальные органы Росреестра. А уже мы, в свою очередь, вносим соответствующие сведения в Единый госреестр недвижимости. Если ваш дом, квартира или земельный участок появился до 1998 года, Росреестр рекомендует проверить правоустанавливающие документы. При их отсутствии необходимо самостоятельно обратиться в офисы МФЦ и бесплатно оформить права на них. Тем временем активную работу по поиску собственников ранее учтенной недвижимости ведет администрация Листы. Согласно федеральному порядку, упрощенная система подразумевает, что в течение 45 дней данный проект нормативного акта размещается на официальном сайте администрации города Листы. По истечению этого срока администрации города выносится постановление администрации города Листы, согласно которому уже определен правообладатель этого имущества. Соответственно, после того, как этот нормативный акт принимается, оно направляется в управление Росреестр для внесения изменений в ЕГРН. Соответственно, для физических лиц, либо юридических лиц, эта мера позволяет не сократить период по признанию права собственности на это имущество и уже, соответственно, сокращает сроки рассмотрения этих документов. Нет необходимости обращаться в судебные инстанции о признании права собственности за этим имуществом. И все эти расходы, они осуществляются безвозмездно, то есть жители города не несут каких-либо расходов. В управлении Федеральной налоговой службы Калмыки подвели предварительные итоги кампании по оплате имущественных налогов физических лиц, поступающих в консолидированный бюджет республики. По итогам кампании уровень собираемости имущественных налогов составил 96%, то есть подавляющее большинство жителей Республики Калмыкия своевременно исполнили свои налоговые обязательства. К сожалению, некоторые жители в настоящее время не уплатили имущественные налоги в установленный законодательством срок и перешли в категорию должников. Чтобы избежать неприятной процедуры и ее взыскания, просим погасить задолженность. Узнать о наличии налоговой задолженности и уплатить налоги можно в личном кабинете на официальном сайте ФНС России, на сайте госуслуг в разделе налоговая задолженность. Кроме того, в банкоматах или мобильных приложениях банков доступен сервис по их задолженности по ИНН. В выпуске новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала ОТР на 21-й кнопке вайпицы в зеленой точке Ростелекома, а также на официальных аккаунтах во Вконтакте и Телеграма. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова